Приветствую вас, Анна. Ну, ситуация выглядит так, что мужчина вам больше, конечно, не позвонит. И ситуация выглядит так, что мужчина просто вами воспользовался. Вот, и всё. Вот, ситуация выглядит так, что человек просто, ну, просто увидел, что вы готовы, и просто с вами переспал. То есть я вот как-то не думаю, что здесь есть какой-то подтекст, и то, что вот вы говорите, ну, то, что вы говорите, что вам, вы хотите продолжить отношения с ним. А как, если он женат? То есть вы хотите отношения с женатым мужчиной молчать? Зачем, если он, даже если он продолжит? Ну, даже если у вас будут отношения, то всё равно, вероятно, это не будет чем-то серьёзным, потому что у мужчины уже есть жена. Вот. То есть вы, как бы, готовы, получается, быть не единственной для него или как? То есть вот, мне кажется, что этот момент нужно преследовать. То есть если вы хотите отношений с женатым мужчиной, то вы готовы быть не единственной для него. Если вы готовы быть для него не единственной, то вы обрекаете себя на, ну, на определённые переживания. Вы обрекаете себя на неопределённость. Вы обрекаете себя на такой вот деструктив. Вот. И насколько вы этого всего хотите? То есть вы считаете, что, к примеру, найти мужчину, который принял бы вас, который бы не был женат, это не вариант для вас, к примеру. Или как? То есть почему вы считаете для себя возможным в такого рода отношениях находиться? Вот. С точки зрения психологии это означает, что вы боитесь, вероятно, брака снова. Вот. Я не спорю, может быть, у вас есть причины бояться брака. Вот. Но, так или иначе, ситуация складывается таким образом, что воспринимать мужчину, вот, серьезно, с которым вы переспали, ну, очень осмотрительно для вашей психологической стабильности. Вот. Если расценивать его поведение, то мужчина просто не хотел, чтобы вы думали, что он вами воспользовался. Вот. Если расценивать его поведение, то это вот так, к сожалению, к сожалению, это вот такая позиция. То есть я не вижу в действиях мужчины какой-то вот направленности на вас, я не вижу в действиях мужчины какого-то желания быть с вами. Вот. Потому что он не пообещал вам развестись, он не сказал, что разведется, он, я так полагаю, что до сих пор о себе не дал вам знать. Вот. С другой стороны, мужчина вполне может появиться, еще мужчина вполне может приехать и вполне может попробовать, ну, попробовать воспользоваться вами. Снова с вами перестать, может, даже может обещать вам, что, ну, что будет с вами, что говорить, что дорожит вами и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть это вот действительно вполне может быть, но, как правило, дальше подобного рода обещаний такая ситуация не заходит, к сожалению. Вот. Поэтому я знаю, что вы, вероятно, хотите вам, вам хочется, хочется, ну, отношений вам хочется быть в отношениях. Вот. Я понимаю прекрасно это, но правда заключается в том, что это уже другая история, это уже совсем другой момент. вот, то есть это другой вектор ситуации, вот, и его нужно рассматривать немножечко с другой уже позиции, с позиции того, что вы разведены и с позиции того, как вы устраиваете отношения с мужчинами. Вот. А, и почему, вот, такой секс, да, вы воспринимаете, по сути, на, ну, вы воспринимаете достаточно серьезно и считаете, что у вас может что-то получиться, что-то получиться. Ну, то есть, я имею ввиду, почему вы считаете, что, вот, после такого, после секса, да, почему вы считаете, что, это может создать вас серьезно. Вот. Вот. Это вот ваши желания, вероятно, дают о себе знать, таким образом. И это неплохо, да, это неплохо, то есть это так. Но, я бы сказал, что это просто вас подвергает сомнению, точнее, это вас подвергает опасности. Вот. Поэтому, я думаю, такой ответ примерно вам можно дать с точки зрения психологии. Вот. Вы простите, что он такой не очень натешительный. Я понимаю, что вам хочется, чтобы мужчина все-таки был, ну, нацелен на вас, направлен на вас, я понимаю, но нет. 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 Лучше не будем тесать себя иллюзиями. Вот. И будем смотреть на мир реалистично. Реально, по крайней мере. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.